Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях Федерации фигурного катания России рассказали, кто показал лучшую готовность на контрольных прокатах. 16 и 17 сентября фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы. Контрольные прокаты – один из этапов подготовки нашей команды к сезону, и этот этап прошел довольно успешно. На данный момент наибольшую готовность показали спортивные пары, однако судить пока рано – все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов. Впечатления от катания наших фигуристов специалисты Федерации расценивают как позитивное, спортсмены показали разнообразные и интересные композиции, сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Журналистка Елена Войцеховская поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов. Самое сильное, от которого прям не оделаться ощущение по первому дню прокатов, что никто кроме спортивных парк к сезону толком не готов – ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России еще целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот все-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь бэшек, на которых серьезные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому. Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на 100 с лишним баллов и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков, сознание, отношение к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счету толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов, абсолютно заслуженный к слову, Илья по ходу сезона будет карабкаться еще выше. Та же Сакамото, ее фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Все на месте, и элементы, и программа. У нас же Ксения Синицына с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного. Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме, а в ответе на вопрос, чем я нынешний лучше себя прошлогоднего. Применительно к парням одно радует, базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причем не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого еще не набралась, написала Выцеховская. Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о своей произвольной программе. Пара выступила на контрольных прокатах под музыку из фильма «Голодные игры». Костюмы для произвольной программы будут дорабатываться. «Но основная концепция есть – это броня. Просто нужно более выделить эти моменты, что мы не успели сделать», – говорит Косторная. «Мы вечером смотрели фильм «Голодные игры», Алене очень понравилось, и она спросила, есть ли еще части. «Мы посмотрели все, что было, и через несколько дней решили, что наша произвольная программа будет наполнена этими саундтреками», – добавил Куница. Хореограф и тренер Бетина Попова назвала Александру Степанову и Ивана Букина лидерами после контрольных прокатов. Степанова и Букин были объективно лучшими, невероятно классными в плане унисона скольжения линий скатанности. Они несомненные лидеры, и программы им очень идут, они органичны берут, за душу в них есть интересные находки, красивые костюмы. Все сложилось. Что касается остальных дуэтов, то произвольные программы в плане постановок были интереснее, чем ритмический танец. Он в этом году меня не воодушевляет, хотя я очень люблю дух диско. Я увидела много лишних движений и мало тех, что отражали бы эпоху. Хотя по правилам все могли выбрать любой трек из любого направления – рэп, рок, что угодно. Но все брали то, что брали, хотя в 80-х есть где покопаться. Возможно, причина в обязательной серии самбы, которую органично впихнуть в рок, конечно, сложно, сказала Попова. Также она отметила перспективы Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Когда Хавронина и Нарижный встали в дуэт, я догадывалась, что это будет хорошая пара. И на прокатах в этом убедилась. Потенциально это очень сильный дуэт, запали в душу. Учитывая, сколько они катаются, это очень хороший результат. Потенциально интересной парой для меня будет Кагановская и Некрасов. Хотя я рассчитывала в этом сезоне видеть Некрасова-спасечник. Очень понравились и Софья Леонтьева, и Даниил Горелкин. Даже несмотря на то, что с середины программы восприятие немного смазалось. Но первая часть была очень крутая в дерзком, несвойственном для них стиле, отметила Попова. Татьяна Тарасова назвала отличными новые программы Камилы Валиевой. Мне очень понравились контрольные прокаты, видно кто что готовит на сезон, чем занимается. Что касается Валиевой, меня часто о ней спрашивают, но ведь у нас есть много и других хороших девочек. Я была рада увидеть Камилу на льду, ее новые короткую и произвольные программы, программы отличные. Она показала все, что смогла, сказала Тарасова. Тренер Инна Гончаренко отметила повзрослевшую Камилу Валиеву на контрольных прокатах. Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм, для начала сезона прямо здорово. Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась, молодец. Хочется отметить Ксюшу Синицыну, которую в прошлом сезоне преследовали травмы. Хорошую заявку на выступление на взрослом уровне сделала дебютантка Вероника Жилина, явно прибавила в катании. И, конечно, Лиза Туктамышева, выше всяких похвал. Выступила с присущим ей стилем, в образе, настоящий профессионал. Она говорила о недостатке мотивации, но это часто бывает с теми, кто давно в спорте. По прошедшим прокатам это не было заметно, сказала Инна Гончаренко. Яна Рудковская считает, что у Камилы Валиевой есть лишний вес. «Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка веса. Знаю, что девочки не любят об этом говорить. Сложно держать вес, но нужно. А как другие? Есть лицо бренд Камилы Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», сказала Рудковская. После высказывания в сети начали активно обсуждать эту тему, и Яна Рудковская высказалась на тему внешнего вида фигуристок. «Посетила прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатления от первого дня писала в интервью, который, в принципе, даю крайне редко. В итоге, как и ожидалось, мое интервью разлетелось на цитаты. Интернет бурлит. Для меня эстетика и форма имеют значение в фигурном катании. Извините. И когда ты сидишь и смотришь выступления у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни. И когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, и мой вес 55. Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно. Легко худеть девочкам и девушкам, и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своем размере 25 лет – это большой труд. И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этом не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла. Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы – это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии, написала Рудковская. Татьяна Тарасова заявила, что способности Камилы Валиевой никуда не делись. Валиева – талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала. Она выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись, отметила Тарасова. Светлана Соколовская увернулась от вопроса о тренировках Александры Трусовой. В конце августа стало известно, что фигуристка прекратила регулярные занятия в группе Соколовской. «Я просто опаздываю, я вас люблю», сказала Соколовская журналистам в ответ на вопрос, продолжает ли у нее тренироваться Трусова. Это вызвало большой резонанс в сети. Болельщики не исключают, что тренер сама не понимает, тренируется ли у нее Трусова или нет, поэтому винить за такой ответ тренера точно не надо. Кто-то считает, что можно было бы ответить на вопрос, а не игнорировать его и не убегать от журналистов. Любители фигурного катания даже пишут, что у Соколовской нет смысла спрашивать, так как Трусова девушка самостоятельная. Сама определяет количество четверных в программе, сама приходит к новому тренеру и уходит. Но поклонники все-таки сходятся в одном мнении. Соколовская сделала все, что могла, чтобы обеспечить Трусовой комфорт в ее группе. А получилось, как получилось. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!